Вчера, читал взволнованным голосом один генерал, у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительную. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и Шекснинска, стерлядь золотая, и питомец лесов кавказских, фазан, и столь редко в нашем севере в феврале месяце земляника. Тьфу ты, Господи, да неужто ж ваше превосходительство не можете найти другого предмета, воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее. Из Тулы пишут. Он в день дежурным старшиною заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая. Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения, прервал первый генерал и, взяв в свою очередь, газету прочел. Из Вятки пишут. Один из здешних старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи. Взяв живого налима, предварительно его высечь, так же, чтобы он от огорчения печень его увеличится. Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взор, все свидетельствовало об еде. Собственно, их мысли злоумышляли против них, ибо как они не старались отгонять представления об ефштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом. И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение. «А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика? То есть как же мужика? Ну да, простого мужика, какие обыкновенно бывают мужики. Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы. Г-м-м-мужика? Но где же взять этого мужика, когда его нет? Как нет мужика? Мужики есть везде, стоит только поискать его. Наверное, он где-нибудь спрятался от работы, отлынивает. Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили, как потрепанные, и пустились отыскивать мужика. Долго они бродили по острову без всякого успеха. Но, наконец, острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов не было предела. — Спишь ли же, Бока? — накинулись они на него. — Небось и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают. Сейчас марш работать. Встал мужчина, видит, что генералы строгие, хотел было дать от них стричка, но они так и закоченели, вцепившись в него. И начал он перед ними действовать. Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблок. От себе взял одно кислое. Потом покопался в земле и добыл оттуда картофелю. Потом взял два куска дерева, потер их друг от дружку и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчик. А наконец развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришлось даже на мысль, не дать ли и тунеядцу частичку. Смотрели генералы на эти мужицкие старания и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали, вот как оно хорошо быть генералами. Нигде не пропадешь. — Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужичина лежебок. — Довольны, любезный друг, видим твое усердие, — отвечали генералы. — Не позволите ли теперь отдохнуть? — Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку. Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял. И к вечеру веревка была готова. Эту веревку и генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег, а сами легли спать. Прошел день, прошел другой. Можичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут. А в Петербурге, между тем, пенсии ихние все накапливаются да накапливаются.